всем привет будем говорить чуть-чуть погромче потому что мы находимся в шумном месте на московском проспекте решили сегодня вам показать такой красивый район начинается он по нашему мнению это ворот и буквально до эстакадного моста просто это место давно никто ничего не озвучивал место красивое короче саша решила немножко провести для меня такой исторический экскурс для тебя для всех наших зрителей я так поняла находимся кстати в удивительном месте я сама не знала что оказывается вот это место называлась сиротской площади потому что вот по левую руку от нас находился сиротский приют причем он был не обычный приют а приют для детей из богатых сословий рядышком была школа одна из таких важных и значимых для этого района и ее выпускники без труда поступали в альбертину то есть довольно высокий уровень знания надувала ну раньше она конечно выглядят чуть-чуть по-другому но по крайней мере частично вот развернился красиво да я хочу немножко показать вам сами ворота сейчас справа или с левой стороны поставлю фотографию как это было и здесь была такая затхаймская площадь вот она частично сохранилась сиротская площадь и у нас это вот люди как раз вот это вот сейчас конечно не станет чтобы показать если получается стоит как раз такой постамент ознакомительный такой транспарант ну вот они сами затхаймские ворота но пристройки все уже здесь что пока не отображены вообще сам по себе район очень интересный сейчас конечно вот никак сейчас здание сиротского приюта очень давно уже находится разнобыт 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 да с чего тут только нет разнобыт интересное название и еще быть техника еще интересно что вот у самих затхаймских ворот раньше это просто были сооружения крепостного вала или крепостной стены а теперь это какие-то здания с квартирами жилая постройка жилая постройка это уже позже устраивали так сначала это было загородительная такая стена поедем дальше вообще интересно саша сейчас говорит прочитай немножко про этот район закоим закоим это получается район был как пригород кенигсберга ну вот мы спустились вдоль литовского вала здесь к самой преголь вот здесь стояла крепость но она так частично и осталось сейчас она относится от жилой застройки вот здесь все фундамент выложены из булыжника вот красиво делали смотри как дренажи сохранились смотри керамические вообще я прочитала что этот район очень немного пострадала при всех войнах и поэтому довольно много сохранилось разных постройках я здесь не была даже ни разу вообще как бы считается что район затхаем такой достаточно неблагоприятный был потому что здесь проживали ну вернее снимали и приезжали литовцы до который говорит употребляли и дебоширили ну вот видите сюда мало кто возит это знаете было раньше кенигсбергская поговорка аль штату власть кнайп хоуфу богатство любенихту земля а закхайму бедокуры здесь на самом деле довольно много было хулиганов пьяниц дебоширов и говорят что в основном это было до литовская часть населения но зато это было очень интересное место поскольку объединялось много наций и вроде как разговаривали на немецком языке да но при всем при этом что закхайм он имел очень много школ приютов больниц госпиталей и так далее здесь жили не только пьяницы видокуры но и много было людей достаточно богатых которые строили свои имени и немножечко украшали так улице другими зданиями как всегда очень много оригинальной застройки да это где-то наверно период 13 14 век потому что лишь фундамент укреплен вот и как всегда это какой-то склад какая-то ерунда я имею до ничего не надо изобретать смотрите как все красиво рядом яхт клубы видите какие корабли клёвы там кто удивляет себе что-то негде нам нечего открывать показывать нечего показываем туристам вот такие места есть да ну дальше не пойдем потому что все это застроено чем-то так вот она укрепление сохранилась кстати она может быть действующим да я имею в нашем случае на пойдемте еще погуляем там есть парочку красивых мест которые хотел показать попробую найти для вас какую-нибудь интер и информацию в архиве может быть фотографии пахнет немножко речкой да ну не сырости вот именно рыбы рыбы пахнет выгод в японии пахнет рыбы ничего пойдемте дальше эти интересно дом то новое а не заселён смотри ли это административное здание потому что ни шторок ничего не видно что там это жить во дворе у них форт прикольно кстати я еще прочитала что закайм из-за своего удачного положения он получается был как воротами в кёнигсберг одним здесь хорошо работали таможенники и удачно распределяют те грузы которые шли например по той же приголе поэтому здесь тоже своеобразная была торговля бандитизм бандитизм я думаю да река рядом короче говоря кто заплывает сразу разводят на пускаем не пускаем вот это здание хотел показать и вот еще следующее а вот дальше туда идет все вдоль московского проспекта все-таки в основном застройка советских времен это вот как раз те страшные серые совдеповские девятиэтажки которые пугают всех гостей нашего города вот это здание вот как раз продолжение литовского вала сплошное здесь сохранились деревянные окна крыши не крыши уже перекрыли шифером двери сохранились так красивенько в окружении вот таких много вековых деревьев смотрится как будто ты попадаешь куда-то именно в прошлое столетие прошлое книгберга очень жалко что это все ждет пока развалится двери говорит надо штабилировать да видите сохранилась даже сама ковка марин смотри как мне вообще вот нравится как-то много элементов небольшие да вот кирпичи которые у которых кладка то горизонтальная то арка какие-то маленькие кошечки смотри такой даже гаражи кажется относятся к этой застройки а вот видишь-ка но зато подведен га а нет уже отрезан от газа все законсервировано очень хорошее объявление на объекте осуществляется внутри объектовый пропускной режим по этим по пропускам пропускают кошек запускают вот эту дурку да ой-ой кошмар а у табилет есть смотрите на здании сохранились следы выстрела или попадание даже окна запенились мы как всегда у нас все законсервировано на всякий случай чтобы можно было расконсервировать но такое ощущение как будто мы в принципе говорит не пользуемся но если чё потом вы сами воспользуетесь да и здесь как-то откуда-то бежит вода такое ощущение как будто там потоп сверху уже не понятно что это такое потому что снега было не столько много чтобы была копель прям такая красивое здание конечно само по себе да и главное сливы все сохранились от лишь из кирпичей для тех наших зрителей которые будут нас может быть позже смотреть скажем что сегодня у нас 26 ноября снег лежит не думаете вот 0 градусов сырость конечно такая хорошая не скажешь прям дубок потеплее стало эту неделю было холодно но мы сетя на меня темнее идем деться новый стадион на той стороне не дальше знаете мы сейчас нашли информацию что оказывается вот это здание вокруг которого мы гуляли это еще один из домов милосердия закхайма приют и у ханиса здесь содержали берегали престарелых людей по-русски дом пенсионеров престарелых то он так и она практически в первозданном виде сохранилась а дальше а вот где мы с тобой гуляли перед этим это был ридеует литва ли то он который расположен прямо на берегу ли реки вот да да лишь как интересно интересно мало кто про него что-то говорит да но добрались мы с тобой на самом деле если вот от этого приюта для престарелых от литовского вала двигаться по лесопильной улице то вы дойдете до вообще удивительного здания у которого такой интересный тоннель здесь такая красивая башня была сверху мы прочитали что это здание бывшего любенихского госпиталя и там несколько корпусов было и был выстроен он по последнему слову медицины как раз вот в то время мы прогуляемся да если вы пройдете по этому тоннелю вы сразу поймете чем русские российские тоннели отличаются от европейских пойдем посмотрим даже смотри как сохранилась красиво да удивительно почему они раньше не было никогда в этом районе но обычный российский тоннель пахнет мочей здесь какие-то элементы прохода были готические потолки а его перестроили вот видишь смотри обвал вот готический потолок здесь делали монолитное прикрытие но скорее всего у госпиталя было деревянное перекрытие ну вот видите до сих пор а вот несколько кирха старинная видишь крест сверху в госпитале всегда же кирха здесь счет я не знаю где надо на данное посмотреть вот второй корпус этой госпитале а здесь чего от мне люди говорили как-то евреи приехали что здесь за хайми еще сохранилась где-то еврейское кладбище вот тоже наверное интересное место вот красиво смотрите как все за забором у нас а никому ничего не показываю здесь много действительно зданий красивых сохранившихся в зак хайми и все за заборами ли все за консервировано все забито все закрыто но здесь лети и лечили людей по последнему логи техники до медицинской сейчас живут по последнему слову техники ты маленько пройдем я так сниму россия может уничтожить сюда застройка очень интересно здесь вот видимо достроили целый этаж плохо что на территории кирхи нельзя пройти видимо фундамент то ли отреставрировали потому что прям беленький красиво как смотрите получился туда видимо пройти нельзя смотрите какие сохранились лепнина колончики такие да вот искусство было какое строение нежели сейчас и спиноблока и бетона до таком замковом стиле балкончик смотри как марио действительно в госпитале был пожар конце 18 века и потом восстанавливали поэтому немножко разновозрастные сооружения комплексе сейчас будет за углом ваша любимая арка с орлом орел улетели нет почему интересно вот гуляешь по таким местам и понимаешь что все-таки в калининграде кёнигсберг в большинстве свое исчез с земли цвета но что нам мешает сохранить как-то то что осталось а точно почему сохранить сохраняя потихоньку мы даже не одни вот видите какое красивое место а Мария Михайловна данная арка была построена гораздо раньше всего комплекса изначально являлась въездом в госпиталь при любви нефти восстановленный 8 после пожара старый комплекс полностью уже снесли а эту изящную арку разобрали перевезли сюда закаим где она находится по сих до сих пор только на вершине стоял раньше орел вот есть даже фотография создавал он найдет подставим на рел видишь а может быть его туда до перенесли не мешает фотографировать и подойдем но как но смотрите вот он сам орел который был сверху на литовский может быть подобные воссоздали он вот был установлен вот на этом шаре а после великой отечественной войны на этом шаре была звезда пятиконечная хорошо что все-таки убрали не ну почему звезда тоже неплохо смотрит и на тех фотографиях которые мне есть вот эта надпись она была нарушенной еле видна восстановили масса все таки зря я говорю хотя бы чуть-чуть что-то пытаются сохранить слушай и чувствуется что шпаклевка была тоже литовская только современная 21 это вот второй корпус как раз этого госпиталя на другой стороны а сейчас здесь просто двор жилого дома ух ты какая звонкая да я видел видел вот внутренняя часть этой арочки вот такой был район красиво интересно что кроме нас еще кто-то знает про этот район она вот смотрите какой то же необычный не кирпичная каменная да я знаю здесь просто одного человека возил все здесь квартиру покупали ведь стены здесь толстенные как как замки же замки средневековыми только что хотела сказать и у окна узкие узкие как в больнице отстреливаться не знаю может быть тоже какой-то приют посмотрим будет информация добавим ее балконы всякие красиво были вот так вот у нас калининграде типичный калининград как говорят да замковая часть пятерка савдеповская во дворе вот как-то так надо было то ли у немцев чуть-чуть учиться как строить да вот эти новострой рядом пожалуйста квартиры продают как они суда в пиндюре да вот смотрите какие балкончики красиво красиво конечно выложено было камнем когда-то на но вот такой красивый затхаем не знаю на этом месте что нам еще показать дальше конечно одни девятки это вот будет набережная трибуца здание вот это девятиэтажная панельная где находится первая детская поликлиника на самом деле этот район пострадал очень сильно и поэтому чтобы предоставить какое-то жилье людям строили массово до 100 где можно было больше заселить жителей обычные серые девятки которых много во всех городах и что самое интересное что-то как-то здесь все так серенько окна какие как будто никто не живет ну вот мы вам опять показали типичный калининград все красиво все здорово что-то делается к лучшему что-то меня простые жители как жили так и живут по-своему используют арки по-своему используют проходы вот эти в старинных рюдеитах и прочее на под гаражи что теперь вот так вот так мы живем так что спасибо что прогулялись с нами мне вот было очень приятно саша говорит у тебя даже настроение поднялось правда вот вырваться из повседневности посмотреть какое-то новое интересное место прогуляться тем более такая сегодня погода хорошая хоть и пасмурно ладно всем добра всем добра а Продолжение следует... Продолжение следует...